Друзья мои, я вас приглашаю на свой канал на ютубе. Подписывайтесь на него. Мало того, что вы можете посмотреть различные видеоролики на перечисленные ниже темы, посмотрите под этим моим вступительным роликом темы, которые я раскрываю перед вами, где даю вам советы, где просто рассказываю о ваших ситуациях. Когда вы начинаете понимать, в какой тупик вы попали, вы уже сможете найти выход. А с моей помощью мы просто изменим качество жизни. С моей помощью, а мы живем далеко друг от друга, как же так можно получить помощь квалифицированного психолога? Да очень просто, по скайпу. Некоторые мне говорят, Юрий Николаевич, ну скайп, помните у Фрейда кушетка была, он садился в голове и выслушивал своего клиента. Друзья мои, он был великий психолог, он создал психоанализ, он мог понять, откуда у вас растут ноги в ваших неврозах и панических атаках. Но у него было, да было множество разных фобий. Одна из них, это он боялся смотреть в глаза своему клиенту. Вот он и избегал, сел в голове, не видя вас. А вы еще лежите в некотором таком, ну, растерянном состоянии. И тогда над вами можно манипулировать. Но мы с вами говорим на равных. И я не боюсь смотреть вам в глаза. Поэтому скайп, вот допустим, вы говорите, ну это я говорю. Я смотрю на вас. Смотрю вашу мимику, жесты, интонацию слова, заглядываю в глаза. И по невербалике я читаю о ваших проблемах примерно процентов 80, чем вы говорите словами. Видите, я звук отключил. Ведь важно, как вы говорите. А скайп дает возможность вас видеть, мимику вашу разглядывать. И вглядываться в глаза вам, собеседнику. Потому что глаза-то и рассказывают о многом. Помните? Глаза-зеркало, души нашей. И действительно, они прям непосредственно идут из мозга. Поэтому скайп – это замечательное изобретение 21 века. Позволяет вам из любой точки, в любой момент получить квалифицированную помощь. А что вам этого клиента? Получить помощь из любой точки земли. Ну, я не могу его подрогать. И запах мне его не слышит. Ну, извините за выражение. Я банки не ставлю, уколов тоже. За ручку не держу. И кто бы из парапсихологов или эзотериков не говорил. Хотя они сами говорят, вот, через экран телевизора там что-то передается. Ну, глупость они говорят. В работе клиента и психолога важна интонация, тембр, скорость речи, выражение глаз, мимика, жесты. Вот по этому невербальному языку я, как психолог, читая вас, могу понять даже больше, чем вы говорите вербально о своих тупиках или проблемах. Ведь слово несет, хотя оно очень имеет важное значение, несет всего 10-12% информации о вашем внутреннем состоянии. А все остальное невербальный язык. И поэтому скайп, еще раз повторю, великое изобретение 21 века, позволяет нам избавиться от пробок, чтобы не ехать к этому психологу, записываться заранее, приехать к нему в кабинет, где у него какая-то атрибутика нагоняет вам какую-то тревожность излишнюю. Более того, психолог платит за аренду этого помещения, а это за ваш счет. Психолог аренду помещения не со своих гонораров оплачивает, поэтому посмотрите разницу такого же квалифицированного психолога, как и я. Не эти, да девочки даже, которые закончили курсы, берут больше, чем я беру по скайпу, из-за того, что им приходится делиться с арендодателем, за коммунальные условия. Ну, вы сами понимаете, что такое снимать помещение. Поэтому работа через скайп, она не менее эффективна, а более эффективна. Почему я говорю более? Да потому что у вас возникла сегодня какая-то проблема. И если я, как психолог, онлайн-доступе, и вы здесь и сейчас обратились и начали мы с вами решать этот тупик, то вы туда дальше не загоняетесь, а запишитесь ко мне на прием, простойте два часа в пробках. А если у вас вообще в вашей местности нет квалифицированных психологов, что делать? Поэтому, друзья мои, успокойтесь. Фрейд кушетку придумал в угоду своей фобии. Поэтому я вам предлагаю не только смотреть мои ролики, читать ресурсы, посмотрите ссылки на мои сайты, но и обращаться по скайпу. Консультация минимальная – это полчаса. Час-полтора – это уж максимум, что потребуется в нашем разговоре. Но когда мы с вами начинаем вести уже работу над какими-то проблемами, то иногда вы оплачиваете прям какой-то там час-два и пользуетесь 10-15 минут в то время, когда я свободен и вы свободны. Мы связались по скайпу, решили сиюминутную проблему и работаем дальше. Потому что над некоторыми проблемами, проблемами панических атак, да да и взаимоотношения в семье, тоже необходимо получать онлайновую консультацию. Вот здесь-то и преимущество онлайновой консультации с той консультацией, когда приходите в кабинет, садитесь в кресло и вам наливают кофе или чай. Да мы можем тоже с вами налить кофе и чай каждый у себя и пить, и вести разговор, вникая в невербалику ваших ощущений, работая над вашей ситуацией. Так что, друзья мои, подписывайтесь на мой канал, обращайтесь ко мне по скайпу, будем работать. И помните, что у меня есть ряд фильмов, тренингов, которые можно приобрести, где я говорю, где я даю рекомендации, и вы работаете по моему указку, по моим заданиям, по моим упражнениям. Но если у вас что-то не получается, помните, покупайте час и используйте малыми дозами, для того, чтобы разрешить какой-то 7-минутный вопрос. В общем, друзья мои, я жду вас на своих ресурсах, сайты, данные ниже, на своем канале, на котором у меня будут ежедневно поступать новые-новые материалы, видеоматериалы. И мы с вами увеличим, повысим качество вашей жизни. До встречи в виртуале.